День 1808, Алекс на связи. Я у себя в умном доме использую разные счетчики. Они, конечно, построены по разным принципам, но у них задача одна у всех простая. Это вести некоторый мониторинг, собирать статистику по использованию разных ресурсов. Ну и упрощает недоступ для того, чтобы эти значения считывать, ну и отправлять там в соответствующие приложения или разные службы передавать. Это, конечно, гораздо проще становится. Понятно, что, например, у меня показания электроэнергии, они в основном собираются автоматически, не надо никуда ничего подавать. Это, конечно, большой плюс. И там неважно, двухтарифный, трехтарифный, однотарифный счетчик, все значения собирает. Ну, остается только оплачивать и все. Но для себя, конечно, все-таки хочется понимать, какой расход идет. Если там, например, какое-то устройство подключено, в принципе, хотелось бы сразу понять, сколько у него потребления. Ну, понятно, что можно использовать там умные розетки, например, и это устройство там воткнуть в умную розетку, посмотреть через инструмент мониторинга, сколько там потреблений. Во-первых, ваттах, и там за какой-то период накопительный, если они позволяют, тоже можно там посмотреть, сколько было потрачено. Например, это делал, когда использовал там обогреватель, ну, точнее, из последних там экспериментов, я подключал бойлер для нагрева воды, когда я подключали. Ну, и было интересно, сколько все-таки мы за все время потратили энергии на использование такого бойлера. Ну, в общем-то, видно было, сколько там он работал времени и в какие периоды он больше всего там потреблял энергию на нагрев. То есть, конечно, там бегать к счетчику, установленному, допустим, в коридоре или там на площадке, не очень удобно для того, чтобы посмотреть значение. То есть, так, конечно, проще. И, например, я, когда какое-нибудь устройство включаю, у меня счетчик этой энергии, он, надо же говорить, отображает текущее потребление. Я вижу, например, там было потребление 5 А, теперь стало 6 А, значит, соответственно, это устройство потребляет 1 А. Это тоже очень удобно быстро проверять такие устройства, которые, конечно, мало потребляют, там не всегда заметно. Например, в этот момент времени может там, тем более, работать какое-нибудь другое устройство, например, там стиральная машина или посудомоечная, которые там очень много разных циклов делают. Или электроплита, которая тоже может там в выпускном режиме работать. И из-за этого вообще непонятно, что происходит. Там постоянно значения скачут. Но в целом, если они отключены, то вполне можно успеть посмотреть, например, какое потребление там какая-нибудь, там какой-нибудь обогреватель дает, или там утюг, или чайник, или еще что угодно. То есть, в принципе, это тоже удобно. Ну и в целом я сделал такой алгоритм, что он просто берет текущее потребление и на период изменения умножает и записывает, сколько было потреблено электроэнергии за это время. Там за минуту, за секунду, то есть в зависимости от скорости изменения. Это тоже удобно. По сути, я веду такой подсчет, и у меня там устроятся графики разные, там потребление электроэнергии. Ну, в целом, даже удобно, когда я удаленно могу посмотреть, не забыл я что-то выключить, именно по потреблению. Понятно, что там холодильник, он всегда работает, но я уже знаю уровень потребления холодильника, сколько он там ватт потребляет. И если все остальное выкручено, то там практически потребление там равно нулю. Если вдруг я вижу, что потребление не равно нулю, и что-то не так, ну, я просто могу зайти там в другое представление и посмотреть, может где-то свет включен, или вентилятор включился, например, ванна случайно там и начал вентилировать, а у него потребление 100 ватт, и за некоторое время он, во-первых, может очень много энергии потратить, например, за неделю непрерывной работы, но и еще может казаться, что он сам может сломаться и там еще и пожар устроить. То есть, конечно, это тоже неплохо следить. Ну и, например, там потребление утюга или еще что-то тоже можно легко и быстро проверить. Например, если выходишь из квартиры, то всегда можно там автоматический сценарий сделать, который будет проверять, если потребление большое, то либо какой-нибудь информер подсвечивать там, либо свет как-то будет там специфически моргать, либо просто там колонка умная оповещением скажет, что большое потребление в квартире, там необходимо проверить там устройства разные. То есть, это тоже легко сделать, когда есть такой датчик. Если такого датчика нет, то ничего и не получится. Сейчас есть достаточно много готовых устройств. Есть даже и трехфазные, есть однофазные. Ну, именно они могут просто показывать текущее потребление, как-то считать там многотарифных, таких я не встречал, то есть, чтобы там в нем была возможность настроить разные тарифы на потребление. Это все-таки можно уже сделать либо в системе новодома, как-то там очень хитро это обрабатывать, сделать алгоритм. Ну, если это самодельный счетчик, то в нем можно все что угодно сделать. Принцип работы у них почти одинаковый, то есть, есть несколько вариантов, есть инвазивные, которые в разрыв цепи подключаются. Это, конечно, плохая история, потому что, во-первых, китайские устройства, они неизвестно, что они рассчитаны в реальности, вне зависимости от того, что на них написано. Ну, и можно неправильно подключить, или там, может быть, контакт не очень надежный быть, там, у них качество не гарантирует, то там легко устроить и пожар, конечно. Потому что, например, покупать такие какие-нибудь диф-автоматы, еще какие-нибудь там выключатели, которые, конечно, при большой нагрузке могут просто там расплавиться и, в общем, все, что угодно устроить. Но есть второй способ, это не инвазивно, когда на провод надевается катушка такая специальная, и она уже просто считывает магнитное поле, которое возникает в проводнике при ей там потреблении. В принципе, никаких ошибок нету, то есть, чем больше потребление энергии, тем, соответственно, больше ток в этой катушке. Дальше это переводится в напряжение, там небольшой схемкой, ну и уже можно каким-то микроконтроллером считывать, либо это фирменный микроконтроллер, сейчас есть версии, например, от Туя, работающие по Wi-Fi и по ZigBee, которые это могут считывать. Ну, если это, допустим, ESP32 или ESP8266, у них, правда, один вход аналоговый, но если не используют какие-то дополнительные расширители, ну, к нему можно тоже подключить такой датчик, и, в принципе, дальше в систему нового дома передавать по Wi-Fi любую информацию. Ну, можно там, допустим, прошить эти ESP, прошивка ESP Home, ну, тогда будет там все попроще, будет лучше интегрироваться в систему нового дома, там с Home Assistant, например, и тогда вообще там будет все очень просто. В Home Assistant тоже есть там режимы всякие, такие дашборты для подсчета электроэнергии, но они там довольно специфические, то есть это отдельные устройства, которые работают, или там вспомогательные, разные переменные, которые заведены, их можно туда вывести, и, собственно, там будет отображаться текущее потребление. Ну, это уже детали, это уже, да, хочется как-то эту информацию учитывать. Но сам датчик, он, конечно, фактически устроен примитивно, но если это еще самоделка, там, на базе ESP, то тогда там нет никаких сложностей подключиться к интернету, там получить текущее время точное, и в зависимости от этого времени там сохранять нужную переменную, куда отнести потребление, например, к первому тарифу, к второму, к третьему. Ну, и дальше уже в системе нового дома показывать все, что нужно, если надо, можно и на какую-то стоимость нажать, и тогда будет уже и в деньгах показываться. Это тоже такой вариант неплохой. Есть у меня идея переделать мой счетчик в такой режим, потому что тоже хочется понимать, как и когда больше всего их пользуются, но мне на самом деле это не надо, у меня один тариф, и в общем-то, вне зависимости от того, как я использую, платить я буду одну стоимость, но на будущее, и в принципе для других людей это интересное решение, и тоже можно будет помочь им такое сделать. Есть другой счетчик еще, это счетчик воды, который тоже работает, он в другом режиме, вообще работает батарейки, в отличие от первого, и он не на ESP сделан на тени, а передача в систему нового дома делается просто по ради частоте 433 МГц с помощью самого простого передатчика. в счетчиках этих используется геркон, в обычных счетчиках воды, он там замыкается, размыкается каждые 5 литров у меня, ну и соответственно оттене это считает, и дальше там с какой-то периодичностью отправляет. Раньше я делал так, что он меня отправлял на каждое срабатывание, но это довольно там быстро сладит батарейку, ну и возникает некоторые проблемы, то есть мне пришлось недавно чинить, то что у меня какой-то геркон, второй он начал видимо при просадке напряжения оттене думает, что контакт разомкнут, и соответственно он много раз считал, что употребление там произошло. В итоге я когда перед тем, как подавать, увидел, что вообще показывает нереальное какое-то значение употребленных кубометров воды, ну и в общем-то пришлось проверять. То есть такой тоже способ выявления он возможен, но все-таки не хотелось бы такой ситуации, чтобы возникло, ну я могу в какой-то момент времени просто не заметить разницу, например, если приложение это особенно не показывается в том, в котором я подаю это значение. Но и соответственно сделал так, что управка сейчас делается раз в час, этого в принципе вполне достаточно, можно раз в день или раз в месяц даже сделать, никакой разницы от этого не произойдет, а батарейка будет просто очень сильно сохраняться и хватит намного дольше. Но тогда я не смогу использовать нере, например, что если я вижу там идет потребление воды, оно не должно идти, например, либо там бачок в унитазе там заклинило, она бежит, или кран забыли закрыть, она бежит, ну или еще какая-нибудь проблема возникла с непредсказуемым расходом, то я могу это заметить и среагировать. Получается, если раз в день отправлять или раз в час, то, конечно, я это не могу понять, это не очень удобно. Ну, в общем, таким образом, я этот счетчик слегка модифицировал и он, конечно, сейчас работает в другом режиме, ну, в общем-то, это и позволит и батарейку сохранить, ну и, в общем-то, показания будут более точные. Ну, и с датчиком электроэнергии тоже была проблема, небольшая, там я переделал алгоритм, потому что есть сейчас очень много импульсных потребителей, которые они всю синусоиду используют и, в общем-то, ее портят. А этот сам датчик, он довольно быстрый, то есть, там каждая волна, она полностью видна, то есть, 50 Гц он видит полностью все там полуволны электрические и понятно, что я могу просто измерить, где какая полуволна и какая амплитуда и дальше там с помощью по сути интеграции, там с помощью интеграла это все сложить и, в общем-то, получить точную сумму потребленной энергии. Это, конечно, большой плюс и производительность самого микроконтроллера позволяет там и сто раз за один пик за одну 50-ую долю секунды считывать это значение. То есть, точность очень высокая. Такая точность, она даже больше, чем на фирменных счетчиках. Ну, там, понятно, у них свой стандарт, я могу использовать любой другой свой стандарт. И тогда я вижу, что, допустим, если какое-то время, половину этой волны потребления не было, потом оно резко возникло, допустим, с учет такого-то импульсного потребителя. Например, если это используется какой-нибудь нагревательный элемент в таком режиме, он, конечно, будет работать сам без проблем. Но вот для там всей сети и конкретно для счетчика это проблема была. Раньше я просто усреднял, брал максимальную амплитуду и нажал на соответствующий коэффициент. Но это давало большое расхождение в цифрах и мне пришлось переделать алгоритм. Он теперь у меня 100 раз в секунду, вернее, 100 раз в 1,5 секунды считывает и точность очень высокая подсчет расхода электроэнергии. Но возникла сложность, поскольку есть все-таки ограничения на работу с вещественными числами в микроконтроллере и там, если потребление меньше, одного ампера получалось, то он за счет округления вообще считал, что по сути один и все, то есть один ампер ниже не показывал. Дальше либо ноль, либо если допустим один и один, там полтора ампера, он все нормально показывает. между ноль и единицей было такое резкое переключение. Это неудобно. Не знаю, как это отражалось на именно подсчет потребленной энергии, но пришлось тоже переделать алгоритм, там немножко вынести в формуле значений, чтобы они сразу не сильно там делились и в итоге ключик сейчас работает более корректно и идет правильное значение потребленной энергии в умном доме.